Приветствую доброго времени суток! Всем, кто меня видит и слышит, с вами как всегда Гарги. И это уже 28 серия... Тетради Смерти! Энн, почему он так напоминает Эл? У меня свои методы работы. Напоминает? Но на самом деле в Америке и ЦРУ, и ФБР уже давно и охотно пользуются моими услугами. Убийство директора полицейского управления это очень серьезное преступление. Еще как! Я считаю, что занимаясь расследованием этого дела, мы наконец сможем арестовать Киру, и поэтому готов оказывать вам любую помощь. Он надеется арестовать Киру? Откуда такая уверенность? Кто же он? А ты подумай! Что случилось, Эл? Ты же умный! Ничего! Просто после убийства директора преступники похитили дочь его заместителя, Ягами, и предлагают нам совершить сделку в Лос-Анджелесе. Сделку? Обменять девушку на тетрадь? Да. Меня не интересуют детали. Я просто отправлю в Лос-Анджелес своих агентов и буду следить за территорией города с помощью спутников. Да. Извели мне. В командовании примешь ты, Эл. Угу. И повесил трубку. Тактично. Значит, мы возглавим операцию? Он сказал, что Америка уже не рассчитывает на Эл. А? Ну, а то... Не. Ты уверен, что можно доверять этому типу? Ведь он до сих пор не поймал Киру. Нам это только на руку. Значит, мы сможем использовать его слабые места. Конечно, человеческая жизнь превыше всего. Но у СПК совсем другая цель. Мы должны добыть тетрадь и поймать Киру. Угу. Лайт. А? Классный переход. Пусть даже я погибну. Но спаси Саю. Умоляю. А вот это мне уже не нравится. Не говори глупости. Папа, ты не ценишь свою жизнь. Но представь, что будут чувства те, кто останется в живых. Я не позволю, чтобы на глазах у Саю убили ее отца. Возможно, ты не сможешь со мной связаться. И тебе придется принимать решение одному. Но пообещай, что ты сделаешь все возможное, чтобы вы с Саю... ...оба остались в живых. Лайт. Вот он сейчас лицемерит или нет? Правда? Мне можно будет поехать к вами? Ага. Да. В этот раз нам могут понадобиться твои глаза. Угу. Ура! Спасибо! Спасибо! Тогда я сейчас начну собираться. Ммм. Он давно с рукам уже и не говорит. Кстати. Я не могу решить. Лайт, скажи, что тебе больше нравится? Ммм. А почему вышел? Подумать. Вышел подумать. Ммм. Ммм. Он нервничает. А то. В крайнем случае придется убить Саю. Ох, и это классно было. Через зеркало. А, в крайнем случае убить сестру. Папа. Мы поедем в Лос-Анджелес первыми и все подготовим. Ида и остальные смогут приехать позже. Но лететь всем лучше разными самолетами. А Изаба на всякий случай пусть присмотрит за отцом и сядет на тот же самолет. Угу. Хорошо. А чтобы меня не узнали, я постригу волосы. Да. Вы все на одно лицо. Я на вас рассчитываю. В крайнем случае придется убить Саю. Он это сказал и прямо в зеркало его отражение. То есть его второе я. Говорило. Его альтер-эго. Как будто. Говорило это. Его истинное. То, что внутри. Круто. Классный момент был. Мистер Ягами. Кто вы? Один из преступников? Садитесь на рейс номер 333. Ваш билет у меня. Поторопитесь. Выход номер 18. Хорошо. В аэропорту к шефу подошел человек. Взять его? Успокойтесь, Эйза. Вы продолжаете наблюдение. Задерживать этого типа сейчас нет смысла. Самое главное, не упускайте из виду моего отца. Проклятие. Он садится в другой самолет. Я последую за ним. Скажу, что я из полиции и у меня служебная необходимость. Успокойтесь, Эйза. Если вы так поступите, преступники вас засекут. Вы знаете, куда летит самолет? Сейчас. Тоже в Лос-Анджелес. Они даже в самолете. Это плохо. Умный. Меллоу молодец. Это же все Меллоу сейчас делает. В первый класс, кстати. Борт номер 333. Борт номер 333. Как слышите? Вы отклонились от курса. Говорит борт номер 333. Слышу вас хорошо. Самолет с курса не сбивался. Это я его изменил. Что вы несете? В чем дело? Это глупая шутка или угон? Это не угон. Просто мне надо высадить одного из пассажиров в другом месте. Чего? Можете отслеживать курс по радарам, но если вы попытаетесь помешать мне, то я, не задумываясь, разобью самолет вместе со всеми пассажирами. Лайт, эээ, прости, Эл. Самолет, который летел в Лос-Анджелес, отклонился от курса. Говорят, командир собирается где-то высадить одного пассажира. Черт, что происходит? Класс. Я тщательно проверил всех, кто летит этим рейсом, и никого подозрительного не заметил. Первый пилот, ветеран. Летает уже более 15 лет. Со вторым пилотом тоже никаких проблем. Проклятье. Что же? Что же делать? Пилот-ветеран. Директор, это Эл. Мне нужен Эн. Сейчас. Эн, думаю, вы уже в курсе ситуации. Вы можете сделать так, чтобы и американские авиакомпании, и полиция, и армия не вмешивались в это дело. Чем занимается этот Эл? Он только мешает. Не волнуйся, Эл. Я выясню, где приземлиться самолет, и буду наблюдать за местностью с помощью спутника. Если понадобится что-то еще, обращайся. Вот это интересно. Выбывайте переговорное устройство. И приложите наушник к уху. Алло. Ягами. Мой голос можете слышать только вы. Слушайте внимательно. Я тот, кто похитил вашу дочь. Мне не нужна ни ваша жизнь, ни жизнь вашей дочери. Так. Если сделаете так, как я скажу, то вы с ней останетесь в живых. Не переживайте за исход сделки. Я не собираюсь вас обманывать. Но не пытайтесь меня... Значит, мне придется выбирать. Между жизнью дочери и тетрадью смерти. Нормально. Как же мне поступить? Нормально, не перевели. Что я должен выбрать в этой ситуации? Как полицейский. Как человек. Как отец. Дилемма. Сильная дилемма на самом деле. Он стоит перед очень сложным выбором. Мне кажется, вот сейчас с... С ним может что-то случиться. И если честно, я немножечко взволнован. Вот и все. Черт знает, куда прилетели к черту на рога в какой-то пустыне. Рядом с Лас-Вегасом мы что ли? Эл, я отследил точку посадки самолета. С помощью нашего спутника ты можешь сам наблюдать за происходящим. Папа. А, что это значит? Кто же заключает сделку в таком месте? Кто? Фильм казино надо. Господи, правда, фильм казино. Вот прямо как в фильме казино. Большинство... Большинство сделок Лас-Вегаса так... Так... Вот так совершались. Ага, он в курсе, кто это придумал. Черт, под землю. Естественно, они учли наличие спутников. Теперь мы не сможем следить за отцом. Все, нашел ее. Она вроде бы нормально, цела, невредима. Просто в камере сидит и все. А, что? Холостые. Это стекло, пуля непробиваемая. Понятно? Несколько лет назад это место использовала для своих целей одна организация. Мы его лишь слегка модифицировали. Отпустите тетрадь сюда. Когда вы это сделаете, я открою этот замок. Мы отойдем на шаг и повернем в стекло. Тетрадь окажется у меня, а дочь у вас. Если откажетесь от сделки, я застрелю вашу дочь. Блифует. Блифует. Эл, у тебя есть план? Надеюсь, ты не собираешься на самом деле отдать тетрадь смерти в руки преступников. Уай, давай. Действуй. Давайте сюда тетрадь. Перез левое стекло. Просуньте в щель. Проклятье. Я вновь упустил инициативу. Я только приехал сюда и поэтому пока не могу отдавать распоряжение полиции по всему миру. Неужели я потеряю тетрадь? Сноровку теряет. Теряет. Что случилось? Тебе нехорошо? Ты так побледнел? А ты не лезь, куда тебя не просят. Все уже психану. Твоя обязанность? Карать преступников Японии. Они пытаются выйти на Киру. И если преступники перестанут умирать, им это будет на руку. Да, давно я его таким не видел. Так. Ты что, свою сестру реально убьешь? Сначала я проверю тетрадь. Проверите? Убив человека? Ну это же... Без проверки. Обмен не состоится. Неужели вы готовы пожертвовать дочерью? Не выйдет. Об этом знают лишь члены группы. Что? Я не смогу списать смерть Сарина Киру. Это да. Что случилось, Миллер? Тех, кто попытается обмануть организацию, ждет такой конец. От него не было толку. Сегодня он пригодился впервые. Уэй, цель мертва. Судя по всему, тетрадь настоящая. Давайте ее сюда. И забирайте девчонку. Отдавай, отдавай. Вырил. Все. Папа. О, ее спасли. Преступник направляется к вертолету. Похоже, что на нем он сюда и прилетел. Это значит, что обмен состоялся и тетрадь у преступников? К сожалению, пока не ясно, что он будет делать дальше. Попытайся проследить вертолет до места посадки. И ни на секунду не выпуска его из поля зрения. Можно подумать это так просто сделать. Ладно, не волнуйся. Я постараюсь. Не выйдет. Они тебя перехитрили, Эл. Это что? Это что это там? Это что такое? Это ракета? Это ракета? Ракета? О-о-о. Ее невозможно отследить радаром. Они решили отправить тетрадь в ракете? О-о-о. Нет, это ракета. Где находится тетрадь? В вертолете или в ракете? Босс, как видите, я сделал все в точности так, как вы просили. Да, ты хорошо поработал. Теперь я могу рассчитывать, что вы простите мои прошлые ошибки. Нет. Да. Прощу. Давай. На том свете. О-о-фи-геть. Мелу мне нравится все больше и больше. Да Мелу настоящий гений. Но зато девочку вернули. Но с ней бы ничего не сделали бы. Надеюсь. Да. Да, Лайт, мягко говоря, чувствует себя очень оскорбленным. Ну, Миса, смотрите, а. Как старается. Ну, он тоже неправ сейчас по отношению к ней. Если ракета упадет где-нибудь в безлюдном районе, то забрать тетрадь будет несложно. Наверное, сейчас она уже у него в руках. И тогда, что же он сделает прежде всего? Ответ очевиден. И что он сделает? Я не знаю. Он уже понял, что это его свотный братишка. Конкурент. Ох. Вы сейчас серьезно написали? Это сейчас то, что реально происходит? Или то, что... Может произойти? Это же все подручные НИЯ. Мама. Это же все подразделение, которое вот против Киры борется. Он что, реально их всех смел? Зачем? А, это реально случилось? Всех. Эл. Да. Мы понесли урон. Урон? Да. Почти все, кто входил в союз против Киры, погибли. Эл. Вместо того, чтобы что-то придумать, ты просто отдал им тетрадь. Эн. Думаешь, если бы операцией руководил ты, тетрадь осталась бы у нас? Нет. Если преступники были так подготовлены, мы потеряли бы тетрадь в любом случае. Это да. Нам нет смысла ругаться и ссориться. Давай расскажем друг другу, что нам известно, и будем сотрудничать. У меня есть кое-какие идеи, и я догадываюсь, кто может за этим стоять. Я предполагаю, что в этом деле замешан. Некто Мелло. Некто? Некто? Мелло. Прямо говори. Его фотографий нет, и его настоящее имя неизвестно. Но я выяснил, что четыре года назад он жил в детском приюте Дом Вэмми. Ты выяснил? Который находится в Винчестере, в Англии. Алло, твой сосед по комнате. Дом Вэмми. Насколько я помню, его основал в Атаре. Я думаю, что Мелло решил посоревноваться со мной. Кто из нас быстрее поймает главного злодея, Киру. Ну, все понятно. Если честно, я был очень сильно на Мелло рассчитывал, но сейчас ситуация поменялась в корне. Ему главное соперничество. Арамо, Джастин. Армония, Джастин. Я потерял свою тетрадь смерти и решил сообщить об этом правителю. Но когда я описал ему свою тетрадь, он ответил, что ее забрал Рюк, заявив, что она принадлежит ему. Как ты посоветуешь мне поступить? Попробуй сам уговорить Рюка вернуть тебе тетрадь. А другого выхода нет? Что ж, придется идти в Нижний мир. Да, придется идти. Офигеть. Понятно. То есть нам что, еще один бог смерти сейчас тут будет? Офигеть. Да. Ну, короче, Лайта жестко провели. Так сильно он еще не лажал. Так мощно еще не лажал вообще. Он даже свою сестру банально убить не может, потому что банально... Потому что его бы сразу расшифровали бы. Не, ну так сильно его поиметь. Это... Даже Л ни разу так сильно его не имел. Вот что значит, когда борешься его методами с ним. Итак, эта серия началась с фраз... Как он мне напоминает? Эл. Этот... Этот Лайт про Нью сказал. Напоминает вообще, может, манеры разговора напоминает. Манеры его логик... И своей логикой напоминает. И вообще, может быть, аурой напоминает своей. Своей аурой напоминает его. И снова же хочу повториться по поводу той сцены, когда... Лайт думал над всей этой ситуацией. И такой... Смотрит на зеркало. Смотрит на самого себя. Смотрит на свое отражение. Смотрит на свою вторую личность. Потому что, по факту, он... Он тот, кто он предваряется. Он носит маску. И только в зеркале он видит самого себя настоящего. И он говорит, придется убить Саю. Но вот дилемма. Мне очень понравилось, как показали его противоречия по поводу этого. Он готов это сделать. Он готов написать имя своей сестры. Он готов это сделать. Но тут видно... И мне очень нравится, что в нем борется все-таки... Есть какое-то что-то человеческое, что борется с ним. Это все-таки его родной человек. Это его сестра. Все-таки банально. И ему тяжело это делать. И он там, вот в ванной, сам сел. И ему пришлось самому думать. Надо было ему остаться наедине с самим собой. И обдумать эту ситуацию. И, скажем так, смириться с тем, что он вынужден будет сделать в случае неудачи. Но он не уисек одного. Там вся ситуация так выстроена была, что только... Ну, все знают. Все абсолютно знают, что... Точнее, господи, о чем я говорю. Точнее, никто не знает, что его сестра похищена. Об этом в курсе только его подразделения. А там мало людей, мягко говоря. И на него бы сразу вышли. Абсолютно. Свои же сразу бы поняли. Пришлось бы всех мочить. Вообще зачищать концы. На что он не готов. И, кстати, между прочим, меня очень любопытно... Такое. Заинтересовал этот пилот-ветеран. Первый пилот, который связал своего напарника. И который повез. Честно сказать. Здесь я ожидал объяснений. Вообще, кто этот пилот? Вроде бы... Сочи. Вроде бы нормальный человек. Вроде бы ничем не отречался. Вроде бы ничем не выделяется. Я, как теоретически, так думаю. Если, конечно, в манге... Если в манге, между прочим, описано. Да, я мангу и не читал. Если в манге описана ситуация. Да, почему этот пилот внезапно решил помочь Мэллу. То будьте добры, пожалуйста, поделитесь в комментариях этой историей. Потому что тут это не объяснили. И буду очень рад, если мне объяснят. Потому что, видимо, это не подставной человек. Это человек, который очень долго летает. И внезапно такое совершить. Это должна быть причина. И у меня, между прочим, есть на это объяснение. Мне кажется. Мне кажется, что этот человек был либо отец, либо родственник кого-то. Кого Кира убил. Мне кажется, что... Вот это то, о чем я и говорил в нескольких других эпизодах. О том, что я не видел людей, которые против Киры настроены. Ну, так часто не видел, точнее. Ну, полиция, да, некоторые журналисты, да. А вот это, мне кажется, вот уже сказывается последствия его действий. Последствия действий Киры. Уже появляются люди, которые похоронили своих родных. Из-за него. Из-за того, что... Вот, да, может быть, люди их... Ну, их родные не ангелы, да, может быть. Учитывая, что он карает только таких отъявленных преступников. И, понимаете, в чем дело? Уже начинают люди накапливаться те, у которых личный зуб против Киры. И так уж сделалось, что Мэлло прекрасно нашел человека, у которого погиб. Ну, мне так кажется. Это я сейчас теоретически говорю. Просто нашелся человек из авиапилотов, который также пострадал от Киры. Как и... Ну, как и тысячи. И тот готов отомстить всеми доступными способами и методами. Пожертвовав ради этим собственной жизнью, собственной карьерой. И вообще. И угробить за собой еще несколько тысяч людей. Ну, ладно, хорошо. Ну, ладно, хорошо. Пару десятков людей. Извиняюсь за... Я так слишком преувеличил. Вот, мне кажется, что это вот... Если очень коротко объяснять, То, мне кажется, это обычный пилот, который имеет зуб на Киру. У которого Кира убил какого-то родного человека. Все. Вот, мне так кажется. Если это не так, будьте добры, напишите в комментариях. Что ж. И последний момент. Хочу про Мэлло поговорить. Если честно, Мэлло до этого действовал. Пока его нельзя было уличить в преувеличении, скажем так, морального кодекса. Но... Я понимаю, если бы он там грохнул бы своих собственных людей. Они заслуживают, и... Он мог, правда, на это пойти. Но вот то, что он перебил всех... Ну, не всех, а очень многих. Как мне показалось, там... Почти всю верхушку... Этого... Организации против Киры, да? Подручных его, скажем так, соседа по комнате. НИИ. НИИ. То... Вот тут уже... Все ясно. Мне до этого казалось, что парень просто блефует в каких-то моментах. Мне казалось, что он полностью руководится кодексом, который принят в международном сообществе. А оказалось, нет. Оказалось, парню больше интересно не настоящее правосудие, а соперничество против НИИ. Ему более хочется показать, что он более прав. Но, если честно, между прочим, мне очень нравится сотрудничество НИИ и сотрудничество... Не сотрудничество, а противостояние НИИ и Мэллоу, потому что... Это снова же такой интересный момент. Мэллоу, по сути, это тот же Кира. Учитывая всю его методику, он ничем не отличается. Абсолютно. Он такими же страшными методами пользуется, как он. У него обычно такой же моральный ориентир, как у него. Но он намного опаснее, потому что, во-первых, он, как выясняется, намного мозговитее. Хотя так нельзя сказать, просто у Лайта не было возможности подготовиться. А те готовились годами, 100%. Просто суть в том, что Мэллоу более интересен азарт. Он использует свои мозги в очень негативном ключе. Я вообще удивлен, как Элл не просек этот момент, когда его натаскивал. И Нию натаскивал. Учитывая, что тот не определился между ними. Не знаю, даже не знаю. Реально, Мэллоу надо... Надо с ним что-то делать, на самом деле. И данное объединение Нии и Лайта сейчас кажется вполне логичным. Что ж, это была 28 серия Тетради Смерти. Благодарю, если вы смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. И на Бусти, где я уже выложил данную серию. Абсолютно без ограничений. Удачи, увидимся уже на 29 серии. Субтитры сделал DimaTorzok